Волгоградская область постепенно приходит в себя после снегопада и метели. За несколько дней в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Снег и сильный ветер вызвали обрывы проводов, из-за чего остались без света некоторые населенные пункты в Чернышковском и Городичинском районах. К настоящему времени энергоснабжение здесь восстановлено, нормализуется обстановкой на федеральных автодорогах. Движение пошло по Ростовской, Саратовской и Московской трассам. Слово Анжелики Антипиной. Война со снежным бездорожьем в Волгограде продолжается. В строю теперь почти вся полноприводная техника ОМОНа и СОБРа. Битва за третью продольную почти выиграна, но преимущество шаткое. Волгоград остается одной из самых проблемных территорий в эти снежные дни. К величайшему сожалению, та работа, которая должна была проводиться в течение этой ночи, проводилась на крайне неудовлетворительном уровне, на крайне низком уровне. Мы прогнозируем, что сегодня будет ряд проблемных участков, с которыми, опять же, героически придется бороться. Кроме третьей продольной, заторы возможны на проспекте Ленина, проспекте Жукова и на пересечении второстепенных улиц с главными магистралями, считают в МЧС. Зато за ночь удалось отвоевать у стихии Московскую и Саратовскую трассы, а также дорогу на Ставрополь. Там движение было открыто. Километров 30, наверное, дальше там заметено было. Ну, дорожники работали, сейчас все расчистили, машины пошли. Просто информацией не владели, и все. То, что по рации по телефону сообщали, что город закрытый. Ну, а так, собственно. Куда ждете? В печке работают, еда есть. Для тех, кто застрял в пути, установлены пункты обогрева. А сотрудники ДПС запаслись термосами и бутербродами. Для дальнобойщиков придется переждать, предупреждают инспекторы водителей. Сотрудники просят воздержаться от дальнейшего движения по автодороге, припарковаться где-то в местах отдыха, то бишь гостиничных комплексах, либо автозаправочных станций, где есть хотя бы питание, отдых, горячее питье. Из снежного капкана к утру четверга начал выбираться Чернышковский район, граница с Ростовской областью. Там было открыто реверсивное движение в сторону Волгограда. Большие грузы, хотя и медленно, но пошли. Но еще необходимо организовать движение в сторону Ростова. Тяжелой техники не хватает, констатируют спасатели. Только благодаря тому, что привлечена инженерная тяжелая техника Министерства обороны, нам удалось стабилизировать ситуацию. К величайшему нашему сожалению, федеральное управление автомобильных дорог оказалось в этой части несостоятельными. А вот техника волгоградских ДРСУ, как оказалось, морально устарела и начала ломаться, едва вышла на линию. Нужна снегоуборочная техника. По нормативу нужно 180 единиц КДМ. КДМ – это машина, которая разбрасывает песко-соляную смесь. А их всего-навсего 48, а на ходу 32. В этой трудной для города ситуации дополнительные средства пришлось выделить МВД, чтобы закупить горюче-смазочные материалы и охладительную жидкость. Движение во всех направлениях должно нормализоваться к вечеру четверга, сообщил начальник областной ГИБДД. Но действовать придется без лишних церемоний. Я хочу сказать, что это будет эвакуация принудительно, потому что те транспортные средства, в основном легковые автомобили, частные автомобили, брошенные в центре города Волгограда, будет принудительно сегодня эвакуироваться и на специализированной стоянке доставляться. В связи с этим, по-другому, я бы сказал, и нельзя. Второй этап очистки города – вывоз снега с обочин. Но расслабляться дорожным службам еще рано. Метеорологи обещают напряженную обстановку до конца недели. В связи с этим до выходных отменены занятия для учеников начальных классов в Волгограде и Камышине, а в городище и Светлоярском районе – для всех школьников. Также по распоряжению губернатора, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации последствий ЧАЭС, областному министерству строительства и ЖКХ нужно проконтролировать формирование резервных бригад. Такие оперативные технические группы созданы на всех предприятиях тепловода и газоснабжения. Ремонтники обеспечены необходимыми материалами, оборудованием и транспортом. Если на каких-либо объектах ЖКХ случится сбой, то эти аварийные бригады должны быстро приступить к ликвидации последствий ЧП. Анжелика Антипина, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба».